Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что основная проблема заключается в том, как вы понимаете любовь. Вот серьезно, основная проблема заключается в том, как вы видите любовь. То есть вы говорите, что вы любите человека, но при этом не хотите с ним жить, а потому что постоянное оскорбление в ваш адрес. Это так, можно сколько угодно говорить о том, что человек поступает неправильно по отношению к вам, а можно сколько угодно говорить о том, что мужчина так поступать не должен. Возможно, это и правда, но на данный момент поступает так. А любовь, это когда мы принимаем людей такими, какие они есть. Соответственно, если вы его таким, какой он есть, не принимаете, причем не принимаете по вполне разумным и правильным причинам, да, потому что оскорблять никто никого не должен, но не должен, вот, то, соответственно, получается, что это не любовь. И либо вы любите кого-то другого, то есть вы любите не какого-то вот живого человека, не какого-то реального человека, а любите вы, скажем так, кого-то другого. Кого-то, кем он может быть даже не является. То есть то, как вы понимаете любовь, необходимо разбирать, это первое. Это первое. Второе. Понимаете, вы совершенно неспроста, на мой взгляд, позволили мужчине, да, значит, оскорблять вас. То есть для этого тоже есть, по сути, причины, да. Либо это у вас заниженная самооценка и разрешение того, что вы достойны, достойны оскорбления в свой адрес. Либо это некая такая выгода от того, что он вас оскорбляет. Ну вот, по сути, да. То есть вы видите для себя некую выгоду. Ну вот, он меня оскорбляет, да, и, соответственно, я должен это терпеть. Потому что ведь оскорбления, они появились ведь не вчера, да, они появились ведь какое-то время назад. Вот. Поэтому, поэтому вам необходимо вот данные аспекты также определить. Вот. То есть, грубо говоря, какова, какова основная цель, да, каково основное назначение оскорбления. Ну, по вашему мнению, скажем так, да. Вот и всё, вот и всё. Соответственно. Это то, что вам необходимо для себя определить. Если вы хотите ситуация разобраться. Вот. Ну и следующее. Следующее. Вы спрашиваете, как быть? Да? Я задаю вам встречный вопрос, как быть, чтобы что? Какая цель? Если вы хотите быть, например, с мужчиной, да, то его либо нужно принять таким, как он есть, либо замотивировать его на изменения. То есть, именно мотивировать мужчину на перемены. Потому что, если вы не будете его мотивировать на перемены, ну, я не думаю, что что-либо изменится. Мотивировать мужчины, это такие существа, которые без перемен не меняются. К сожалению. К сожалению. Ну, к сожалению, может быть, к счастью, это, на самом деле, это уже не вас. Вот. Вот так. Ага. Я думаю, что вот так вам можно ответить на ваш вопрос. Я понимаю, я понимаю, что, скорее всего, скорее всего, этого недостаточно. Я понимаю, что вы, скорее всего, хотите для себя чего-то другого. Я понимаю. Ух ты, я отдаюсь себе в этом отсчет. Вот. Но это ничего не значит. То есть, решите для себя это. Определите для себя это. Всё. И после этого уже будет понятно. Что вам делать? И как? Понятно? По-другому, ну. По-другому сделать не получится. По-другому никак не получится. Вот, в принципе, и всё. В принципе, всё, что можно вам порекомендовать в этой ситуации. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите выличку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Будем благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Если вы самостоятельно не можете найти выход, такое, в принципе, бывает тоже, то не чесняйтесь просить помощи у других людей, в частности, у психологов. Вполне возможно, что вам потребуется помощь не только психологов, но и ваших близких, родных и друзей. Вот. Не чесняйтесь просить помощи у них. Одна, вы, вполне вероятно, справиться не сможете. Вам нужна поддержка, вам нужна помощь. Вот. Так-то определите для себя тех людей, соответственно, которые могли бы оказать вам, скажем так, содействие. Вот. В том, что вы делали. В том, что касается вас. Я желаю вам всего самого доброго. Доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...